Норвежская кошка отличается спокойным характером и высоким интеллектом. Она очень привязана к своему хозяину и предпочитает как можно больше проводить с ним время. Подробнее о породе расскажет Вера Васильева, владелец питомника Foxos Nossos. Почему вы стали заводчиком норвежских лесных кошек? Сначала я занималась краткошерстными кошками. У меня были русские голубые, потом бурмы. Вот потом вообще был перерыв. Были только кастрированные кошки дома. Я не была заводчиком какое-то время. А вот шесть лет назад я решила снова начать, потому что у меня появилась возможность. Мы переехали за город. Появилась возможность держать не одну кошку, а больше. И крупных кошек в том числе. Первое условие породы должна быть не очень многочисленной и не коммерческой. То есть не должно быть очень популярной и модной. Потому что тут больше простор для развития. И второе. У меня профиль, конечно. У русских голубых тоже прямой профиль. И мне очень нравятся кошки с прямым профилем. Они такие сразу аристократические. У них такой аристократический вид. И тут совпало просто. Я влюбилась в норвегов. Ну и потом я знакома была с Ириной Волковой питомник Носкейп. Много лет она потому что в ФИФЕ. Регистрация у нее. Ну в общем вот так. Как-то сложилось. Каковы отличия между норвежцами, мейн-кунами и сибирскими кошками? Очень актуально. Очень актуально. Это то, чем отличаются разные аборигенные породы. У нас очень популярны три аборигенные породы. Это сибиряки, мейн-куны и норвежская лесная. Значит, что хочется сказать. Они все три эти породы имеют много общего. Это крупные кошки. Особенно мейн-кун с норвегом. Это крупные кошки. Сибиряк можно сказать, что он чуть поменьше. Это кошки с достаточно длинным телом и очень мощные, крепкие. Но по поводу тела. Если например мейн-кун имеет средние высоты ноги, сибиряк можно сказать даже более приземистый, чем мейн-кун. Норвег имеет высокие ноги. То есть вот даже по телу они имеют различие. Но все три породы достаточно длиннохвостые. Особенно норвеги. У них хвост чем длиннее, тем лучше. Может даже до головы дотягиваться. Это только приветствуется. Что общего и что их отличает, конечно, эти породы. Но самое главное отличие, конечно, это голова. У этих пород у каждой абсолютно своя уникальная форма головы. Если мейн-кун, ну все знают мейн-куны сейчас. Это квадратная черта, не такая рубленая голова, коробка. Уши, которые сидят достаточно высоко, с большими кисточками. У мейн-куна кисточки обязательны. То, например, сибиряк это короткая голова, можно сказать трапеция с хорошо наполненной мордочкой. То есть тут точно не спутаешь сейчас, если хороший мейн-кун и хороший сибиряк. У сибиряка уши среднего размера, в отличие от большущих ушей мейн-куна. Могут тоже иметь кисточки, но сидят они не так, как у мейн-куна, достаточно высоко, а широко в розе. И норвега. У норвега голова. Это равносторонний треугольник. И вот это первое, что бросается в глаза, когда видишь норвегу и мейн-куна. У мейн-куна очень такие все квадратные черты лица, а здесь аккуратно треугольничек, так скажем, равнобедренный, равносторонний, извините, все время путаю. А уши у норвега, в отличие от куна, продолжают эту линию треугольника. Они широко сидят и продолжают линию лица. Кисточки у норвега не обязательны, хотя, конечно, это придает ему определенный шарм. Вот видите, какие кисточки прекрасные у кота. И, конечно, он выглядит значительно наряднее, чем если бы их не было. Но они не наказываются никак. То есть, если у куна это обязательно в стандарте прописано, здесь они могут быть, а могут не быть. Вот. И уши тоже, как и у куна, должны быть большие, но совершенно другой вид. Что еще важно? И у норвега, ой, извините, у мейн-куна и у сибиряка нос не прямой. Нос с переходом, тоже круглый лобик, но нос с переходом. А у норвега нос должен быть прямой. Это, конечно, придает им определенный шарм. Такие аристократические, они такие с прямым носом. Красавцы. Вот. Я не хочу сказать, что все остальные не красавцы. Просто я, честно, у норвегов влюблена, поэтому я, возможно, делаю легкий перекос в сторону своей любимой породы. Вот. И, конечно, шерсть. Что хочу сказать? У всех аборигенов шерсть нацелена на то, чтобы жить на улице, грубо говоря. Потому что это кошки, естественное происхождение, все северные кошки. И они, конечно, должны выживать. У них должен быть подшерсток. И у них двойная шерсть. У всех есть покровные волосы, так называемый плащ, который водонепроницаемый. Ну, понятно, для каких целей. Вот. Но если у сибиряка это очень густая шерсть, с прекрасным таким очень сильным плащом, у майн-куна плащ меньше выражен, и шерсть такая шелковистая на ощупь, то у норвега это много должно быть подшерстка, желательно. И он ватный такой, он хорошо набитый. И тоже обязательно плащ. То есть у них вот эта вот шерсть, которая покровная, она настолько развита бывает, что они просто даже не промокают. Ну, и подшерсток ватный тоже. То есть они под дождем, под снегом могут сидеть, им хоть бы что. Они до костей не промокнут. Вот. Вот. Цель, собственно говоря, такой вот шерсти уникальной. Каковы особенности характера норвежских кошек? Слушайте, они меня, честно сказать, очень удивили своим характером, потому что вот характер нордический, это про них. Я, честно, даже не думала, что кошки бывают такие спокойные, уравновешенные, такие вообще не реагирующие на внешние воздействия. С другими кошками они прекрасны. Даже друг с другом, вот у меня сейчас два некастрированных кота, которые уже, вот этот имеет детей, этот скоро будет иметь детей, то есть они такие взрослые, вяжущие коты. И они, видите, как друг с другом прекрасно общаются, и они живут вместе. Что для меня вот явилось полным откровением. Я думала, так не бывает, потому что, ну вот до этого мой опыт, всегда коты дрались насмерть. Вот. Ну что еще? Они спокойные. Когда я привезла их папу из Швеции, ну, во-первых, он перенес дорогу великолепную. Ну, а дорога была там, сначала они летели на самолете, потом из Хельсинки ехали на машине, и границу, и все, это же долго. Он вообще не пикнул, не вякнул, приехал домой, как будто тут все время жил, и вообще адаптации не было. И он меня удивил тем, что он все время где-то спал спокойненько. Мы сначала думали даже, что что-то не так. Но это такой, вот такой характер спокойный. Они спят много, они валяются. Вот. И очень доброжелательные, очень контактные, доброжелательные кошки. То есть я очень довольна этой породой, просто очень. Вот. Единственное, что может быть, я не могу охватить, поскольку я вот в одних руках всех, кто желает моей любви. То есть я очень стараюсь, но им бы нужно даже больше. Как норвежцы взаимодействуют с другими животными? Никогда такого не было, чтобы кот уехал, котенок уехал к другому коту, и даже к собаке. И там все пошло не так наперекосяк. И мне там сказали, нет, знаете, не можем. Все всегда идеально. То есть, может, конечно, там на той стороне кто-то совсем вот категорически скажет, нет, ну, кошка или собака. Но норвег всегда уживется. То есть они очень уживчивые друг с другом, с другими котами, собаками, с детьми и со всеми. Проявляют ли норвежцы агрессию? Ну, сами видите на примере этих котов, что, конечно, агрессии никакой нет. Ну и вообще породистые животные, они ведь, идет отбор не только по экстерьеру, но отбор идет и по характеру. И, конечно, животные, проявляющие агрессию, во-первых, они на выставках дисквалифицируются, что не предполагает дальнейшее разведение. Ну и, во-вторых, заводчику никакому не нужно, чтобы его животные, там, котята, соответственно, передается, бросались бы там. Ну, это просто путь в никуда. Поэтому, конечно, очень редко, когда проявляют агрессию вообще породистые животные, не то, что норвеги. Норвеги-милашки просто, да, скажу. Конечно, они иногда, если там надо защититься, предположим, то они будут защищаться. Но это в кошачьем мире. Вот, там или от собаки, они могут, конечно, шипеть и все. Но с людьми они милейшие. Свобода любила ли эта порода? Ну, сказать, чтобы они, ну, мечтали жить в лесу, нет. Ну, это только название норвежское, лесное. Поэтому часто людям кажется, что, ну, эта кошка такая для загородного дома, которая должна бегать, там, ходить, всех ловить, на елке лазать. Но это, на самом деле, совсем не так. Собственно, это только название. Да, это, конечно, кошка аборигенная. Еще недавно, еще в середине прошлого века, это была хуторная скандинавская кошка. То есть, они жили на фермах, на хуторах. И, в общем-то, это был свободный выгул, да, действительно. Но они в лес не убегали. То есть, они все равно жили с человеком. Они очень привязаны к человеку. Вот, конечно, они очень любопытные. Это не свободолюбие, в общем-то. Это любопытство. Если дверь приоткрыта, они могут туда выскочить. Конечно, и на улицу в том числе. И, конечно, у меня такие случаи были тоже. Но, как правило, они побегав немножечко по участку, вот. Ну, и поняв, что тут ничего такого нет, а может, даже опасно, обычно сами приходят. Вот, приходят на террасу, просится домой. Вот, недавно у меня кошка убегала, террасу чуть посидела. Что-то там понюхала, видимо, что ей нужно. Ну, и сама пришла. Всего 20 минут – это вот такой максимум, наверное. На самом деле, данная порода, на мой взгляд, подойдет практически любому человеку, который хочет, действительно хочет иметь кошку. Не важно, есть у него опыт общения с кушками ранее, был ли, или нету, или не было. Объясню, почему. Потому что норвежская лесная, она не отличается, собственно говоря, практически ничем от обычной домашней кошки. На мой взгляд, отличается только в лучшую сторону. Тем, что она более благонравна, более спокойна, нацелена на человека очень. Единственный, может быть, такой момент – это шерсть. Но обычные домашние кошки тоже бывают пушистыми, и их очень многие держат, и это их никого не смущает. А в остальном – очень хорошие кошки. Единственное, что еще хочу добавить, часто задавая мне вопрос от людей, которые хотели бы купить котенка. Но мы живем в квартире. Наверное, ему нужен обязательно загородный дом с выгулом, то есть в квартире невозможно. Это не так. То есть они, в основном, все норвеги живут в квартирах. И ему вполне достаточно, ну даже вот, например, как здесь, квартира-студия, ему вполне достаточно места. Достаточно ему оборудовать какой-то домик, там где-то в углу. Можно самодельный, можно купить какой-то сейчас красивый комплекс, и ему будет этого хватать. Ему не нужны какие-то просторы, леса, поля. Так что мне кажется, что справится с норвегом, в общем-то, любой человек. С детьми они хорошо. Конечно, они очень такие благожелательные, благонравные. Как норвежские кошки переносят жару? Конечно, им, поскольку они пушистые, им не очень комфортно в такой вот жаркой температуре, такой жаркой температуре, превысокой. Вот. Они и, в общем, дома, когда живут, например, они не спят со мной. То есть сколько раз мы пытались, чтобы они с нами спали вместе. Ну и тепло слишком, некомфортно. То есть он может там немножечко с тобой полежать, а потом пойдет на подоконник, где похолоднее, или под кровать, где тоже похолоднее. Вот. Конечно, им не очень нравится, когда тепло. Им комфортная температура – это где-то градусов 17 до 21, вот мне так кажется. Для них нормально. Вот. Но при этом они отрицательные температуры очень хорошо переносят. То есть сколько раз я нервничала, что ночью очень холодно, а у меня живут там кошки с доступом на улицу. Там прибегала ни свет, ни заря, думала, что все там, все померзли. Ужас уже. Они все сидят минус 20 на улице и балдеют. Поэтому, конечно, они норвежские тут. Ну, норвежские. Это северные, конечно, кошки. Вот. Но у нас, кстати, есть опыт по поводу содержания в южных странах. У нас кот сейчас уехал в Израиль. Взрослый кот уже. Ну, конечно, он с кондиционером там прекрасно живет, отлично выставляется. Побеждает на выставках и пушистый, одетый. Вот. Так что никаких препятствий вообще. Было бы желание. Каковы особенности ухода за шерстью норвежских кошек? Уход за шерстью тоже не очень сложный. У норвега, вот что касаемо шерсти, есть два таких состояния. Это одетый, раздетый. То есть это очень сезонная, ну, сезонные, сезонные кошки. Вот. Поэтому, когда они, вот, пушистые, вот он сейчас одет, через какое-то время он начнет раздеваться. И это сразу будет видно. Это будет шерсть такая, ну, более сухая, видно, что она уже мертвая. И вот в этот момент, это буквально две недели длится, такая интенсивная ленька. Надо просто взять расческу и чесать каждый день. И сколько вычесывается, столько вычесывается. Вот, вычесывать. Тогда вообще никаких проблем не будет. Ну, возможно, если у кого-то есть время, желание, конечно, чесать каждую неделю это еще лучше. То есть просто подчесывать, не давать, ну, образовываться колтунам. Вот. А если там что-то вдруг образовалось, сразу это как-то удалять, вычесывать, выстригать. Вот, собственно, и все. Каковы особенности здоровья норвежских кошек? Они, на мой взгляд, не отличаются, опять-таки, ничем от обычных домашних кошек. Все кошки болеют, так же, как и все люди. И вызвано это не тем, что заводчики там применяют какие-то приемы, разведения, но какими-то внешними условиями часто. Конечно, бывает там всякое в жизни. Ну, в общем, на кошек можно перенести все то же самое, что мы видим у людей. Аллергия бывает, например. Ну, вот лично у меня не было, вот в моем поголовье, но у кошек бывает аллергия. Как и у людей, потому что у нас условия жизни, к сожалению, ухудшаются, и все мы на это реагируем. Вот, собственно, специфики какой-то у норвегов нет. Чаще всего спрашивают, конечно, про проблемы сердца. Вот. У них нету, могу ответственно сказать, что у них нет такой проблемы, как у кунов. По сердцу они не имеют вот этой патологии, по крайней мере, она не, может быть, когда-то, конечно, иногда там что-то бывает, но она не распространена, вот так, как у кунов была. Сейчас уже тоже нет. Вот. И даже их нету в списке рекомендуемых, в списке пород, которым рекомендовано делать эхо-кардиограмму сердца каждый год. А такой список существует, и там самые неожиданные породы, например, бенгалы и сфинкс, у которых, видимо, это чаще встречается, поэтому им рекомендуется. Норвегам пока не рекомендовалось. Вот. Но, тем не менее, мы делаем. Не всем выборочно. Ну, вот я, например, кота, которого привезла из Швеции в ПАП, я делала у зе сердца, все было идеально. Еще одному коту мы делали у зе сердца, тоже все было очень хорошо. Вот, поэтому... Поэтому вот. На что обратить внимание при выборе котенка? Если бы котенка покупала я, что бы я сделала? Первое, что бы я сделала? Конечно, ну, пошла бы в соцсети, пошла бы в интернет, посмотрела бы сайты с интересующей меня породой, посмотрела бы какие-то, ну, в соцсетях, ну, сопоставила бы, выбрала бы то, что мне по душе, позвонила бы заводчику, поговорила бы с заводчиком. Если бы меня устроило все, ну, наш разговор, я бы обязательно приехала посмотреть. И смотрела бы я не на котенка. Я бы смотрела больше на человека, во-первых, который этим занимается, смотрела бы на то, как кошки живут. И смотрела бы, конечно, на взрослых кошек. То есть, если бы мне понравились взрослые кошки в этом доме, мне понравился бы заводчик, то дальше я считаю, что выбор котенка – это выбор специалиста. Потому что, ну, я тоже во многом не понимаю. Например, я там пришла выбирать, ну, не знаю, газонукосилку, предположим. Я не знаю вообще ничего про них. Я знаю только, что бы я хотела. Я иду к консультанту и верю ему. Вот мне кажется, точно так же нужно поступать с котенком. Нужно просто довериться тому человеку, который вам понравился. И если вы хотите получить котенка, вот вам нравятся в этом доме кошки, они красивые, и вы бы хотели такого же, значит, нужно сказать заводчику, что бы вы хотели описать, и довериться уже тогда, и заводчик вам подберет. Потому что, ну, добросовестный заводчик, понятно, он всегда работает в интересах покупателя. То есть вот впарить, как говорят, это, в общем, это не наш метод. Поэтому мои рекомендации такие. То есть надо посмотреть интернет, надо обязательно, то есть не просто глянуть, а именно прицельно посмотреть, уделить этому время, прошерстить, посмотреть, сколько заводчиков, предположим, в вашем городе есть. Если вас в вашем городе ничего не устраивает, можно попробовать в другом городе. Но в другом городе все усложняется. То есть, соответственно, туда поехать сложнее, например, посмотреть. Поэтому я поначала с того, что есть вокруг. Но это я именно рекомендую, конечно, для дома, если человек покупает. Для разведения это вообще другая песня. То есть для разведения все это значительно сложнее.